Я буду транслировать руками. Да, я думаю, ну какие еще выходы? Ну попросить поближе собраться, еще что-нибудь. Ладно, хорошо, все, я постараюсь. Ну что ж, коллеги, добрый день. Я сразу хочу сказать, я сегодня решил делать это все без презентации. Ну, во-первых, я под впечатлением одного из недавних докладов нашего очень известного коллеги, у которого было в презентации два слайда. Представление и благодарю за внимание. А весь текст был между ними. И в общем, я подумал, что при этом ничего и смысла можно не потерять. Я решил, что я попробую сегодня без презентации. Значит, ну в общем, да. Вот, наверное, что-то нет еще. Хорошо, мы двигаемся дальше. Итак, мне показалось, что сегодня в разговоре о психосоматических расстройствах, о психосоматической медицине, вообще о психосоматической философии в психотерапии и в медицине, есть важный вопрос, как это можно интегрировать с валинтовской супервизией. Ну, во всем мире это вопрос уже достаточно хорошо изученный и, в общем, достаточно хорошо уже и отрабатываемый. Ну, для нас это пока еще не сильно известная практика. Мне показалось, что сегодня целесообразно рассказать о том, как в этих двух явлений, двух понятий, двух практик, ну, по сути-таки, двух философий, достаточно много такой теоретической интеграции и очень важно то, что они между собой очень достаточно хорошо и тесно сочетаются. Ну, прежде всего, мне хотелось бы слегка остановиться на том, что мы сегодня говорим о психосоматической медицине. У меня впечатление, что у нас такое довольно безбрежное представление о том, что вообще говоря в этой медицине, вообще в этой психосоматической философии существует. Ну, мне представляется, зато недолгое время, что я занимаюсь психосоматикой, ну, это практически 40 лет, значит, формируется некое убеждение о том, что, во-первых, у человека в норме всегда существуют психосоматические соотношения, просто всегда, поскольку речь о связи психического и соматического, и это у человека всегда есть в норме. Странно, если бы этого не было, он бы просто не выживал. Но, чем дальше, тем больше мы представляем себе, что это разговор о довольно таком определенном ограниченном круге заболеваний, которое мы называем психосоматическими. Ну, на самом деле... Сейчас, есть шанс... Есть шанс, что появится микрофон. Можете пока отмечать. Да. О, замечательно. Спасибо. В общем, теперь мы знаем, кому мы обязаны успехом. Вот. Так вот, даже в наших сегодняшних выступлениях мы все время слышим эти представления о том, что есть определенный круг психосоматических заболеваний, которые определенным образом отграничиваются от других. Ну, на самом деле, это такое вполне утрированное представление, потому что, во-первых, возникает представление о том, что тут в этих заболеваниях есть определенный психогенный механизм, что это заболевания, которые возникают от определенных психогений, что, конечно, не так, потому что психосоматические заболевания не возникают от психогении или от психотравмирующих обстоятельств, или от стрессов. И для того, чтобы они возникали, нужно огромное количество еще и других соматических, генетических и прочих, и прочих факторов. Это первое. Во-вторых, сегодня все прочнее устанавливается представление о том, что любые заболевания могут быть психосоматическими в том смысле, что в них всегда есть определенное отношение пациента к своему заболеванию, есть определенная внутренняя картина болезни, есть определенная схема взаимодействия его как личности со своим заболеванием. Все-таки я предложу вам, возможно, спорную, но, на мой взгляд, достаточно прочную идею о том, что психосоматика – это не вопрос о том, много ли мало тревоги, много ли мало депрессии. Это, прежде всего, всегда вопрос о личности пациента, как он взаимодействует со своим заболеванием. И я на всякий случай напомню вам, наверняка вы это знаете, очень свежее руководство, это британское руководство по психиатрии и психосоматической медицине, и там совершенно четкое есть положение, никакой отдельно очерченной группы психосоматических заболеваний не существует. Просто нет. Все заболевания в той или иной степени можно считать психосоматическими в том смысле, что у них так или иначе есть определенный соматический, доказанно существующий, и определенный психологический, ну, точнее, социально-психологический комплекс реакций, идей, установок, переживаний, механизмов поведения и так далее, которые взаимодействуют с этим заболеванием. Ну, и, конечно, да, и, к слову сказать, тут уже несколько раз звучало у нас на тему психосоматики, в частности, язвенной болезни. Вы наверняка знаете эту историю, про то, как долгое время мы рассматривали язвенную болезнь как абсолютно такую классическую психосоматическую болезнь с психогениями и так далее, и так далее. Ну, вы знаете историю про то, как в 2005 году двое австралийских физиологов получили Нобелевскую премию за открытие роли хеликобактер пилори. И в итоге мы понимаем, что это на самом деле в основе свое инфекционное заболевание. Вот что такое язвенная болезнь сегодня. Но так или иначе, возвращаясь к теме моего сегодняшнего сообщения, мы все время говорим о том, что, конечно, в рамках работы с так называемым, я все время хочу брать это в кавычки, психосоматическим пациентам, там все время возникает вопрос о том, что нам нужно с ним определенным образом устанавливать взаимодействие, определенным образом устанавливать терапевтический контакт. Нужно определенным образом формировать терапевтическую коммуникацию. И это то, что сближает психосоматическую медицину и баллинтовскую супервизию, потому что и то, и другое ориентировано на анализ коммуникации, на анализ взаимодействия с пациентом. В этом смысле баллинтовские группы, ну, баллинтовские группы как технология и баллинтовская супервизия как некая философия. Работы ориентированы на анализ взаимодействия врач-пациент. Ну, можете без ущерба для смысла подставить психолог-клиент, и это тоже никаким образом смысл не устраняет. Ориентированы на то, чтобы помочь врачам или психологам-консультантам научиться лучше понимать, что происходит в этом взаимодействии и более конструктивно налаживать эту коммуникацию с пациентом. Потому что психосоматические больные — это наиболее тяжёлая группа пациентов. Ну, фактически, если мы понимаем, что психосоматические больные — это, по сути, все пациенты, которые так или иначе приносят нам внутреннюю картину болезни сложную, приносят определённый стиль взаимодействия со своим заболеванием, определённым образом встраивают заболевание в систему отношений, определённым образом деформируют комплайенс, вот о котором мы сегодня говорили. Ну, вот это сегодня тяжелейшая проблема в медицине. Как формировать адекватный комплайенс? Это то, что помогает понять, какой у пациента личностный смысл его заболевания. Всё-таки это же ведь важная вещь. Понять, как пациент рассматривает, расценивает своё заболевание. Одно дело, если он будет смотреть на него, как на, условно говоря, наказание, так это будет одна история его взаимодействия. Ну, достаточно яркий пример — это вот то, что описано у Льва Толстого в рассказе «Смерть Ивана Ильича», если помните, да? Там умирающий герой Иван Ильич без конца по мере того, как нарастает тяжесть заболевания, всё острее и острее задаёт себе вопрос — за что? И поскольку нет выхода и нет ответа, то понятно, как это утяжеляет его страдания. Ну, совсем другое дело, когда пациент будет относиться к своему заболеванию со смыслом вызова, задачи, препятствия к нормализации его нарушенной адаптации в жизни. Тогда, конечно, это будет формировать гораздо более активные его личностные ресурсы. И при этом одним из его ресурсов будет, конечно, психотерапевт. Потому что это тот человек, который сможет ему помочь сформировать более конструктивное взаимодействие с его заболеванием. Мне, правда, сложно представить себе, что может продуктивно работать та модель, о которой мы сегодня уже слышали, но вот такого патерналистского, такого педагогического и так далее, и так далее взаимодействия с пациентом, потому что это усиливает его зависимость, это усиливает его несамостоятельность, это усиливает его фактически объектные отношения с врачом, который в данном случае будет выступать в роли субъекта. Вообще, каждый раз, когда пациент выступает в роли объекта, наше взаимодействие, это каждый раз бесконечное количество проблем. Но поскольку мы видим его в роли человека несамостоятельного, а вся психотерапия строится, ну, должна, по крайней мере, строиться на том, что нужно с пониманием того, что пациент естественно не равен нам в знаниях, в компетентности, в свободе решений и так далее, и так далее, но поднимать его до уровня, насколько возможно, партнерских отношений, насколько это возможно. Ну, поэтому педагогическая идея про то, как мы пациента научаем правильному пониманию, а правильному это такое, какое у меня, это так, как я понимаю, вот это будет правильным. Но это, конечно, всегда вопрос, потенциально чреватый большими проблемами. И когда мы сталкиваемся с ситуацией такого сложного комплайнса, почему пациент не выполняет назначение даже в ситуации жизнеугрожающего заболевания, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная ясна и так далее, и так далее, то каждый раз это вопрос, ну, для меня это вопрос коммуникации. Для меня это вопрос, как вообще говоря, пациент слышит то, что я ему говорю, и что он слышит в тексте, и что он слышит в подтексте, ну, и так далее. Ну, вот теперь, возвращаясь к идее интеграции супервизии и психосоматической медицины. Мне хотелось бы отметить, что Майкл Баллин... Да, простите, тут эти слова. Вот, значит, мне хотелось бы отметить, что Майкл Баллин, собственно, родоначальник, идеолог, ну, вот тот человек, практически легенда, который сформировал это представление и фактически был родоначальником технологии. Так вот, он, описывая историю развития Баллинтовских групп и то, как они связаны с клинической медициной, а Баллин хорошо понимал эту связь, но поскольку Баллин изначально был врачом и впоследствии уже ставший психоаналитиком, это вот к вопросу о том, о пользе медицинского образования. Он отмечал, что его глубокие занятия последующим психоанализом, которые впоследствии легли в основу этой супервизионной техники, привели его к размышлению над тем, как развиваются самые разнообразные психосоматические расстройства и насколько продуктивным может быть вот этот аналитический подход в их диагностике и лечении и к более глубокому пониманию различных сложных аспектов взаимодействия врач-пациент. Собственно, это то, на что он с самого начала обращал внимание. Очень часто проблема сложного, во всех смыслах сложного течения соматического заболевания связан не столько, иногда даже не столько, с тем, как течет само заболевание, с тем, насколько осложненно влияет на его течение коммуникация врач-пациент. Насколько врач не слышит или промахивает, или игнорирует, или вытесняет. Многие вещи связаны с этими коммуникативными барьерами во взаимодействии с пациентом. И вот он хорошо понимал, Балент, что то, что происходит в телесной сфере у человека, в соматической сфере, очень тесно связано с тем, что происходит в сфере психической. И что эти процессы, естественно, протекают не просто неразрывно, они очень взаимно влияют друг на друга. Ну, собственно, это такая понятная вещь, известная, как вы понимаете, еще и до Балента тысячу лет. Ну, у него это было довольно хорошо интегрировано в рамках такой психосоматической философии, или такого психосоматического единства. Так же, как и в профессиональном взаимодействии с пациентами, что позволяло делать медицинскую практику более гуманистически ориентированной, и тем самым более эффективной. Ну, надеюсь, вы понимаете, сегодня это одна из таких тяжелейших проблем. Медицина становится постепенно все более и более дегуманизированной. Ну, она пациента постепенно теряет. Ну, потому что медицина становится все более технологичной, и очень часто пациента уже не надо иметь перед собой. Ну, пациента можно иметь либо за тысячу верш, либо за экраном. И диагноз поставить по миллиону всяких там диагностических критериев, и лечение можно ровно так же назначать. И поэтому с обнобалентом можно считать и одним из основоположников фундаментальных психосоматических представлений, и понимание которых позволяет осуществлять клиническую практику более успешно. Ну, и одновременно родоначальником вот этой очень успешной супервизионной технологии. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем историю про то, что вот условия и образ жизни человека, они так фундаментально влияют на то, как возникают, как протекают, как лечатся, как осложняются различные соматические заболевания человека, что именно социальные и психологические факторы так специфически расцвечивают, ну, создают такое многообразие красок в жизни человека, соответственно, в его заболеваниях. Ну, потому что, повторяю, в основе любого психосоматического анализа решит, конечно, личность. Это не вопрос много ли мало депрессии, или много ли мало тревоги. Это вопрос у какого человека каждый раз. И это вопрос про личность, и, соответственно, про то многообразие красок, которые расцвечивают жизнь человека, и так расцвечивают его заболевания. Таким сложным образом. И, в общем, это такая достаточно понятная вещь, но в настоящее время, собственно, это история, которая продолжается долго, и, кажется, она не видна конца, что психосоматические заболевания лечатся как чисто соматические. При этом очень часто многими врачами игнорируются психологические факторы возникновения, развития, течения, осложнений этих расстройств. И к числу факторов, которые приводят к игнорированию, это, прежде всего, проблемы коммуникации. Врач и пациент. Ну, психолог-клиент, если хотите, да, в медицинской практике. И в этом смысле эта идея тоже не нова. Вот если вспомнить высказывание «Шар для поля Дюбуа», ну, это известный швейцарский психотерапевт, невролог, психиатр, так далее, еще в начале века, он описывает вот эту, к сожалению, очень такую нелегкую, неспокойную тенденцию. Он пишет, между медициной и ветеринарией существует только одна разница. В смысле клиентуры. Так это уже прошло, это прошло уже вот сколько лет, когда между врачом и пациентом еще не было вот этих сложных технических и прочих барьеров. Ну, то есть, вот эта вот идея, идея о том, что медицина плавно, особенно соматическая медицина, плавно теряет пациентов в смысле личности, в смысле вот человеческом таком. Это, конечно, тенденция вот такая, давнишняя, и, к сожалению, тревожная, не имеющая, по-моему, внятных позитивных перспектив. Ну, и вот важно, что. Вот такую же принципиально похожую, принципиально сходную позицию высказывает и два классика, вот через полвека после Дюбуа высказывают два классика психосоматической медицины Вейс и Инглиш. Они пишут, психосоматика – это подход в медицине, который не только умаляет, не столько умаляет значение телесного, сколько уделяет существенно больше внимания душевному, ну, психическому. Ну, идея, кажется, такой бесспорной, но только, к сожалению, сложно решаемая, потому что врачи по-прежнему учат уделять максимум, ну, просто львиную долю. Ну, и практически всё. Внимание к тому, что происходит в теле. Сегодня это всё сложнее, всё глубже, всё точнее. Человека уже разбирают нормально до молекулы, и с этим мы как бы должны как-то справляться. Вот что сделать, чтобы не снижая внимание к соматическому, повысить внимание к его душевному, к его психическому? Вот это задача, которая, в общем, ну, по крайней мере, должна каким-то образом стать. Ну, это же идея у ещё одного классика, у Виктора Вайдзекера. Вот он пишет, медицина должна быть глубинно-психологической, иначе она не будет медициной. И это, в общем, относится практически к любой медицинской специальности. Ну, и вот нужно сказать, что это сближает идею такой интегративной, ну, в нормальном смысле, гуманистической, психосоматической медицины и философии работы Балентовских групп. Потому что в обоих случаях мы неизбежно сталкиваемся вот с этим миром множества открытых вопросов о сложном характере взаимодействия врача с пациентом и бесконечного количества скрытых ответов на эти вопросы. Потому что психосоматика – это, к сожалению, та область, в которой нет лёгких ответов на сложные вопросы. Как бы нам ни казалось. Ну, иногда мы себе представляем, что врачи идут по лёгкому пути. Вот это вот такое поверхностное, стремительное наклеивание ярлыков в виде диагнозов, автоматически предполагающих назначение чего-нибудь. Но, к сожалению, жизнь в этом смысле сложнее. И надо понимать, что лёгкие ответы, они очень часто не имеют никакого отношения к реальности. К тому, что в действительности происходит с пациентом. И в этом отношении формула, которую предложил Баллинд в своей, ну, совершенно такой революционной книге «Врач, пациент и его страдания», которая связала психосоматическую компетентность врачей с эффектом супервизии, их коммуникации в баллиндовских группах, оказалась настолько продуктивной, что, в общем, она вот уже десятилетия и десятилетия стимулирует на то, чтобы изучать врачи и психологов разные аспекты своей работы, ориентированные на лучшее понимание своего взаимодействия, лучшее понимание коммуникации с пациентами. Ну и вот я вам сейчас могу привести полный текст этой цитаты, она известна у нас только в очень таком усеченном, в очень таком искаженном, обрезанном виде, но в данном случае я приведу ее в полный перевод. Наиболее часто применяемое в медицинской практике лекарство сам врач. В лечении пациента важны не столько собственной микстуры или пилюли, назначаемые при этом заболевании, сколько атмосфера, в которой лекарство назначается врачом и в которой оно принимается пациентом. Это предполагает, что, как и в случае применения любого другого лекарства, необходимо тщательно взвесить показания к назначению такого лечебного средства, как врач, его дозы, ограничения в применении, наиболее удобные способы приема и даже возможные побочные эффекты. Врач может быть токсичным, врача можно передозировать, он сам себя может передозировать. Поэтому мы когда периодически задаем себе вопросы, вообще говоря, психотерапия может быть осложняющей, психотерапия может иметь побочные эффекты, она может наносить ущерб пациенту, она может быть в буквальном смысле токсичной, как лекарство, может, ну, к счастью, это бывает не так редко, как при приеме чего-нибудь другого, но в целом может, если врач не очень хорошо осознает, что, собственно, происходит и как он взаимодействует с пациентом. Ну, естественно, там очень часто возникает огромное количество скрытых реакций, которые он может не видеть, поэтому далеко не на все вопросы он вам сможет ответить, как он понимает то, что происходит, как он видит свою проблему. Если он видит, если он знает, как он видит свою проблему, считайте, он уже поправился, если он понимает, в чем проблема у него. Можно в этом смысле, в этом контексте утверждать, что любое соматическое расстройство, соматическое заболевание, есть нарушение психосоматическое, потому что психические факторы и, прежде всего, эмоциональные реакции, внутренняя картина болезни, отношение пациента к своему заболеванию неизбежно влияет на то, что происходит в его соматических процессах. Ну, поэтому, ну, собственно, мы знаем на эту тему тоже массу всяких примеров, как одно и то же заболевание у разных личностей протекает по-разному и как оно может по-разному формировать различные адаптивные или неадаптивности или поведение человека и так далее, и так далее. В общем, это вот та самая сложная схема взаимодействия личность и болезнь. Ну, поэтому анализировать заболевание человека можно только, учитывая структуру личности, сферу наиболее значимых отношений, внутриличностные конфликты, личностные смыслы болезни и внутреннюю картину заболевания, особенности терапевтического сотрудничества, связанных с этим, ну, в частности, характер приверженности пациента к терапии. Ну, в общем, многие другие психологические характеристики, которые влияют и на течение соматического заболевания, и на очень сложный, во многих случаях, даже не очень понятный врачу, характер взаимодействия с таким пациентом. Ну, это, собственно, тоже история, которая в литературе находит массу всяких иллюстраций у Кавки, в рассказе «Сельский врач» есть на эту тему хорошая формула «Выписывать рецепты», пишет он, «занятие довольно несложное, но прийти к пониманию человека, с которым ты работаешь как врач, намного сложнее». То есть это про это про понимание человека. Ну, в общем, это все такое довольно серьезное представление, ну, по сути, предостережение от недооценки роли психологических, ну, точнее сказать, социально-психологических факторов во взаимодействии врача и пациента, ну, к сожалению, очень распространено в медицинской практике. Я сейчас говорю про вот это вот про игнорирование, про недооценку. И анализируя вот эти все предпосылки к возникновению такой необходимой и, в общем, очень целесообразной и сегодня уже доказанно эффективной формы супервизии одновременно такого профессионального развития врачей-психологов как Баллингтовские группы, можно отметить, что это довольно серьезный вопрос отношения к тому, как медицина, постепенно теряя свои гуманистические ценности, должна возвращаться в русло вот этой вот эмпатийной, поддерживающей, такой гуманистической, ну, целостной философии работы. В этом смысле Баллингтовские группы являются таким довольно успешным и хорошо сконструированным инструментом. Ну, и вот анализ я, к сожалению, не заметил. Сколько у меня еще? Еще можно? Ладно, спасибо. Баллингтовский, как Баллингтачок, заезжая на свободу. Хорошо, спасибо. Значит, вот анализ той работы, которая в мире протекает уже в этом смысле более чем полвека, ну, с конца 50-х годов. У нас чуть более чем четверть века, чуть более 25 лет, в нашей реапрактике. Можно заметить, что в технологии Баллингтовский групп заложен очень эффективный метод, который помогает врачам, ну, или психологам существенно снизить свою эмоциональную напряженность в работе с такими «трудными» в кавычках пациентами, в числе которых, к числу которых очень часто относятся пациенты с психосоматическими. Я все время это беру в кавычки, потому что, на мой взгляд, психосоматическими пациентами являются все, просто буквально все, потому что чем бы пациент не болел, он всегда болеет по-человечески, он всегда болеет личностно, он всегда приносит какие-то эмоциональные реакции, и эти реакции влияют на уровень его болевых порогов, на то, как у него раскачивается соматоформное расстройство и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, какие у нас бывают непсихосоматические расстройства, я с трудом себе представляю, какие. Если вы откроете любой серьезный учебник психосоматической медицины, возьмите Кристиан и Бройтигам, возьмите Любан-Плотца и так далее, и так далее, и вы увидите, что там просто все, там есть просто все, ну и не только тот классический круг, который нам привычен, сердечно-сосудистые, пронхиальная астма, язвенный калит, ремотойный артрит, нейродремит, но там есть, там масса всего такого, в последней книге Кристиана и Бройтигама в оглавлении, туберкулез, например, но туберкулез не психогенное заболевание, надо иметь еще, еще к нему органические причины для того, чтобы для того, чтобы это развивалось, но психологические факторы начинают очень серьезно влиять на то, как это будет течь, так вот, значит, пациенты с психосоматическими или с аматоформными расстройствами, и вот эта вот идея, а затем и технология, которую Балент внес в эту супервизию, способствовала тому, что врачам постепенно удавалось переходить от переходить к межличностной психологии, ну, от психологии одного человека к психологии двух людей, которые между собой так сложно взаимодействуют. Ну, естественно, в каждом случае анализируя коммуникацию, анализируя взаимодействие с пациентом, анализируя те факторы, которые осложняют это взаимодействие, анализируя те факторы, которые в результате снижают эффективность работы врачебной или консультативной работы, ну, в частности, например, снижают комплайнс. Ну, у меня впечатление, что каждый раз, когда мы попадаем в ситуацию сложного, деформированного, искаженного, блокированного комплайнса со стороны пациента, на мой взгляд, нужно каждый раз подумать, что происходит в коммуникации, как, вообще говоря, мы взаимодействуем, как я думаю, как пациент слышит то, что я назначаю и о чем я говорю ему. Не промахиваю ли я какие-нибудь варианты скрытого сопротивления, которые пациент приносит, но которые врачом очень часто игнорируются, не слышатся, блокируются. И это, конечно, вопрос коммуникации. Вот. И вот со временем, со временем такая технология больнинтовских групп, вот этот их фокус, а больнинтовские группы ориентированы только на одно, на анализ коммуникации. Сложной, не очень понятной, нелегкой того взаимодействия, которое происходит в этом профессиональном пространстве. В общем, она стала постепенно помогать врачам смещать акцент с болезнь центрированного подхода в своей практике на пациент центрированный подход. То есть в центре внимания врача теперь должна быть не болезнь, а должен быть пациент. Со всеми его вот этими вот, со всеми его реакциями. Ну, мы помним, да, что, в общем, это такая идея, которая, ну, как бы, как бы, понятно, ну, такая, как азбука, ну, как некая, как некая вимля, да, что лечить надо не болезнь больного, но, к сожалению, в реальной практике это происходит совсем не, не, не всегда именно так. Не всегда именно так. Вот. И очень часто пациент примет им как личность, он промахивается. И, в общем, это оказалось довольно успешным подходом смещения, акцента на реальный такой пациент, центрированный взгляд. И это очень успешно было отражено в технологии, потом это стало закрепляться еще и в исследованиях, в бальненовской литературе. например, могу вам сказать, что все первые бальненовские конгрессы, которые происходили еще в начале 70-х, они носили очень такое интересное, ну, просто такое классическое символическое значение. Первый конгресс был пациент-центрированная медицина, второй конгресс назывался «Человеческое лицо медицины». Это то, что происходило в 70-м году. Вот. Ну, и, естественно, в бальненовской группе стали постепенно все больше отвечать не только на тот вопрос, как супервизировать и как помогать врачам понять, что вообще, говоря, происходит в этом сложном взаимодействии, но они стали давать еще и довольно большой ресурс, такое пространство, среду для профессионального взаимодействия в врачи с коллегами, потому что эта ситуация, к сожалению, отражает довольно серьезный дефицит возможностей профессионального взаимодействия, такого взаимного развития в процессе обсуждения своей работы. И иногда это достигает степени даже просто такого ощущения профессионального одиночества. И вот вследствие этого существенно возрастает вероятность искажения внутреннего образа своей профессиональной деятельности, самоидентификации врачей, которые приводят к искажению критичности, к снижению саморефлексии. Они начинают гораздо хуже понимать самих себя в процессе этого взаимодействия. У них появляется довольно такая серьезная, довольно выраженная профессиональная ригидность. И это начинает создавать довольно большое количество проблем. И вот сегодня в мировом опыте того, как формируется система подготовки врачей уже много лет делается акцент на актуальности изучения соответственно супервизии различных аспектов практической коммуникации с пациентами. И сегодня компетентность формирования в развитии, в корректировании этой коммуникации относится к числу важнейших критериев профессиональной компетентности. Важнейших критериев. Поэтому врача прежде всего оценивают не потому, как много лекарств или как много диагнозов он может поставить, а как на самом деле он умеет конструктивно успешно взаимодействовать с пациентом. Насколько он понимает или не понимает, что происходит в процессе этого взаимодействия. Насколько он может сделать пациента себе понятным и насколько он сам понятен пациенту, что тогда может позволить сделать терапию более успешной. И вот коммуникативная компетентность это и по мнению самих врачей и пациентов, которые параллельно опрашивали с ними это, я сейчас говорю про несколько исследований, так что это такие замеренные вещи, входит в круг профессиональных качеств, которые наиболее значимы для эффективного осуществления врачебной деятельности. И что очень важно, эти навыки не улучшаются просто с возрастанием продолжительности работы. Они нуждаются в постоянном развитии совершенствования в процессе супервизии. И в общем на эту тему существует такая целая хорошо налаженная технология. Ну, в Петербурге она уже существует порядка 25 лет. Это довольно хорошо отработанная история. Поэтому, если, я правда надеюсь, что многим из вас это достаточно хорошо известно, но если возникнут вопросы, я буду рад на них ответить. Ну, можно сказать, что вообще во всей этой истории было довольно много фигур, довольно ярких фигур, которые объединяли, так фактически соединяли психосоматическую медицину и балентовские группы, ну, в частности, вот, например, Леван Плотца, такой совершенно яркий человек, очень, очень яркий, и, ну, которого, правда, очень трудно было понимать, потому что, как любой швейцарец, он сразу говорил на трех, четырех, пяти языках, и разговаривать с ним было редко, снотрудно, но, но яркий в смысле темперамента и в смысле идей. Человек, который написал нам вот эту легендарную книжку «Психосоматический пациент на приеме у врача, уже выдержавший, я уже не знаю, сколько изданий, ну, в Европе это просто такая вот глыба, и он одновременно был очень мощный идеолог в Валентинском движении. Ну, я этих примеров могу привести много, примеров людей, которые очень тесно интегрировали это все, и сегодня в мире это интегрируется в рамках того, что многие психосоматические сообщества в европейских странах, они интегрированы в психосоматические, в Валентинские ассоциации, в ассоциации психиатров, соматических врачей, там, это просто общий круг людей. Ну, и на международном уровне это все очень, так сказать, тесно сейчас интегрируется. Так что, в этом смысле это такой хороший пример того, как Балентовская супервизия, ориентированная на анализ коммуникации, помогает решению массы сложных, трудных, к сожалению, нередко таких травматичных вопросов для врачей, облегчая им жизнь, и, соответственно, улучшая жизнь пациентов, повышая эффективность нашей работы. Спасибо. Спасибо. Вопросы. Спасибо. Опять я. Да нет, я так скажу. Хорошая команда. Валерий Александрович, спасибо тебе, что ты благополучно похоронил две профессии, психологи и психотерапевтов, сказав о том, что нет коммуникаций, нет, сейчас все перейдет на электронику, а как же мы будем работать, нам же нужен коммуникация, да или нас спасет балентовская движение, вот главный вопрос, вот данная ситуация, мы перейдем на фланшеты, перейдем на чипы, перейдем на часы, электронные, а где же душа, мы же говорим, психо, соматика. Спасибо. Осмелюсь доложить. Я не думал, что у меня так много власти, чтобы взять, так сразу похоронить две, или сколько там специальностей. Нет, на самом деле, на самом деле, я думаю, что все, к счастью, не так плохо, к счастью, все не так сложно, но я думаю, что к счастью, мы на правильном пути, по крайней мере, мы озадачены тем, как эту ситуацию исправлять. Поэтому разговоры про душевное в человеке, на самом деле, это абсолютно нормальный, полезный, естественный, неизбежный вопрос. Не знаю, что еще добавить. Ну вот, спасибо. Еще одно, что еще добавить. Еще британский учред, Владимир Александрович, доказали, что нет психосоматических заболеваний, да? Нет, значит, это Оксфордское руководство. Ну, значит, ну, хорошо, это точка зрения, которую, ну, можно разделять, можно не разделять, это точка зрения. Но это Оксфордское руководство. Это про то, что нет четко очерченного, жуткого круга психосоматических заболеваний. Иначе это сюда а это вот этого круга нет но это еще много много лет назад когда только выходила мкб 10 предисловие четко я забыл экспертами нашим написано мы не пользуемся понятия психосоматического то что не существует психосоматических заболеваний крайне что каждое заболевание является психосоматическим многофакт многофакторным психосоматическим заболевание когда так да но все же вот периодически то заболевание то расстройство все же заболевание вы согласны да есть и с британским ученым и старшим эксперимента его не существует но психосоматического расстройства есть понятие такое есть есть до психосоматический синдром психосоматическое расстройство для начала да конечно пользоваться можем чем угодно да нам важно только договариваться что мы имеем ввиду когда мы о чем-то говорим значит конечно для начала еще можно сказать что есть психосоматический феномен который развивается у людей в норме это просто про связь психического соматического которая существует всегда у человека ну пока он живой вот расстройства существуют конечно они иногда доходят до уровня соматического заболевания потому что психосоматическое заболевание обязана иметь очевидный доказанный существующий соматический дефект просто обязаны иметь ну вы помните наверное вы не знаете но был в свое время такой терапевт у нас губачев юрий михайлович почему я не помню да вот он выделил он говорила ядерной болезни берутся я спрашиваю что существует два варианта один вариант соматический да тогда еще не было этого фактора который выявили потом есть личностный вариант это ядерная болезнь и соответственно как бы там почти не было психического факта а здесь он преобладал выделял две формы вот этого заболевания значит как бы насколько это реально тем более что потом гастроэнтеролог да я встречал пациентов экстрадиции все эти инфекции это убирали а ядерная болезнь протекла продолжала протекать дальше как психосоматическое уже расстройство но без этого и инфекции что за этот счет ну да значит идея в том что то есть совершенно закономерный идея в том что психосоматическое заболевание кроме для того чтобы развиться для того чтобы состояться должно иметь огромное количество разных факторов часть из которых безусловно соматическая прежде всего наследственность генетическая предрасположенность приобретенные по жизни расстройства и дефекты травматизация из-за того что человек стилем жизни травмирует из какую-то систему желудок или и что-то еще и так далее на это будет будут наслаиваться психологические факторы которые могут травмировать эту же систему отношения поведения в хронизации напряжения мог но так или иначе так или иначе биологические факторы должны быть без этого не начал что и в случае на чехосоматического феномена не буду в случае давали иначе мы имеем в чистом виде такую психогенную историю это невроз все спасибо кричит